В 1612 году Москву удалось спасти лишь благодаря усилиям народного ополчения и произошло это значимое событие как раз 4 ноября. Именно эта дата символизирует завершение так называемого смутного времени в истории нашей страны. Введение Дня народного единства с одной стороны трактовали как попытку заменить 7 ноября этот день Великой Октябрьской социалистической революцией, а с другой о празднике стали говорить как о дне, который всплотил народы. Они собрали огромное количество денег. Даже нищие сдавали все, что могли. У кого люди несли кольца, серебряную посуду, золотые кубки. Участвовали люди разных народностей. Понимаете? Россия всегда многонациональная была. Те, которых все можно отнести, это было и казачество, и море, и чуваши, и мордва, и русские, и украинцы. Это было вот именно единство всего народа России, который поднялся на борьбу с захватчиками. Постепенно День народного единства укоренился в нашем сознании, и уже сегодня немногие ошибутся с названием этого праздника. Тем более 4 ноября – это выходной день. Традиционно в стране проходят митинги и празднования, однако в условиях распространения коронавирусной инфекции мероприятия в этом году проводиться не будут. А вот некоторые факты, о которых вы могли и не знать. Памятник в честь Минина и Пожарского есть в Москве. Его можно увидеть на Красной площади, но он не единственный. Также есть подобный монумент и в Великом Новгороде. Его проект создал Микешин. Памятник был построен в 1862 году, когда отмечалось Тысячелетие Руси. В 2005 году в Новгороде появилась уменьшенная копия московского памятника, созданная Зурабом Церетелием. В честь подвига героев была написана опера, которая вышла по радио в 1938 году, но не все знают, что в ее создании принимал участие сам Михаил Булгаков. Слова Минина написаны им, и это был нелегкий труд. Работа многократно критиковалась партийным руководством, ее приходилось переделывать. В этот день также празднуется День Казанской иконы Божьей Матери. Икона считается символом освобождения русского народа от польских интервентов. Немногие скажут, что праздник уж слишком глубоко уходит своими корнями в историю нашей Родины, или даже назовут его неактуальным. Но вспомните о событиях 1612 года. Чуть менее полувека назад мы, русский народ, показали, кто мы есть и как относимся к любому захватчику. И сегодня есть страны и люди, которым не дают покоя наши территории, природные богатства и наша непокорная и свободолюбивая русская душа. Не стоит забывать, что приумножить величие и славу Отечества, создать благополучное будущее для наших детей и внуков можно только при единстве и сплоченности наших действий. Артём Позняков, Северо-Инисейская информационная служба.